Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Стоять! Прямо на меня таращилась разбившая мою жизнь. Это уже потом, сквозь невероятно длинное мгновение, я поняла, что в двух метрах от меня стоит именно она. Сначала меня охватил ледяной, ни с чем не сравнимый ужас, потому что на меня смотрело мое же лицо. И мы были очень похожи. Разница в возрасте не имела значения. Тот же смертельный ужас в глазах. Почему? Потому что она впервые после всего случившегося увидела меня или потому что догадалась? Я пришла по ее поганым. Я пришла по-другому. 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 Матильда, ну чё ты елозишь? Ну, аккуратнее давай, шутка, ты же меня ищешь. У тебя пальцы кривые. Я тебе покажу. Ты чё, сдурила, что ли? Мне больно. Пили теперь сама. Ну шутка, ну шутка, пулеметчик, ну шутка, не обижай. Ну иди, папа. Ну шутка, пулеметчик, ну шутка, пулеметчик, пляж, ну шутка. Мужка! Ну шутка, ну шутка. Мужка! Мужка! О, это еще кто! Напугала до смерти. Кажись, новенькая, ладненькая такая. Подставочки высокие. Эй, Матильда, смотри, какая козочка у нас появилась. Девочка, девочка, ты чья? Я-то дядькина. А у нас таких не держит. Тут или в семейке, или на пятаке с чухнами обедки жрёшь. Ну ты не бойся, не надо, не бойся, у нас семейка хорошая. Убери руки, ты семейка. Да ладно, ты чё, обзарку понизяла, да? Эй, ты, беззаконная, следи за базаром. А ты присядь ко мне, женщина, отдохни. Ну, ну ладно, мы ещё полюбимся. Не базар. Давай. Ну ты чё, воплюбно, езжаешь? Мы же не знали, что это твоя ковырялка. А ты дуй на хату, от мороза. Только две минуты, не больше. Итак, режим нарушаем. Я понимаю, понимаю. А как она вообще? Ничего страшного. Крови, правда, довольно много потеряла. Слабая пока. Да, но это вылечим, не переживайте. Вот с психикой проблема. Назначена экспертиза в Сербске, а тут ничего не поделаешь. Я вас здесь подожду. Угу. Алёнушка, Алёнушка, дорогая, ну что ж ты наделала, а? Ну ничего, я тебя всё равно спасу, что-нибудь придумаю. Видишь как, даже покончить с собой нормально не могу. Не говори, так не надо. Ешь побольше фруктов. Сейчас витамины нужны, тебе надо скорее поправляться. Прости меня, Володь. Ну перестань. Прости, если сможешь. Пожалуйста, перестань. Перестань. Не говори так. Видишь какое? Красивый. Угу. Спасибо, это здорово. Вам пора. Я побежал. Поспи, детка. Поспи. Вы извините, но с минуты на минуту обход будет. Вы, вы приглядите за ней, Сергей Валерьевич. Да. Вот. Возьмите. Да что вы, не надо, не стоит. Возьмите, возьмите, я же знаю, какая у вас зарплата. Это правда, спасибо. Мы уже за ней приглядим, вы не волнуйтесь. Позвоните позже, я сейчас занят. Привет. Ну какие новости? Да новости такси. Средней паршивости. У майора этого, у главного опера, сотрясение третьей степени. А это уже расценивается, как нанесение тяжких телесных повреждений. Поэтому никак не могу ее под подписку о невыезде вытащить. Я как подумаю, что она сейчас в тюрьме, я даже не представляю, как она там может существовать. Досталось же человеку, а. А других новостей нет. Я не знаю, но почему все это случилось? А ты о чем-нибудь еще говорить можешь, кроме Насти? Или у нас с тобой уже других тем для разговора не осталось? Ань, как ты можешь? Могу, Кирюша, могу. То, что с Настей произошло, это ужасно. Но это судьба, понимаешь, судьба. И никто не виноват в их смерти. Просто так получилось, вышло. Нам что теперь, всем жить перестать? Слушай, но ведь она твоя самая близкая подруга. Ну и что, что подруга? Да, да, подруга. Я две недели смотрела, как моя лучшая подруга сходит с ума. Ходит, бормочет, я ее убью. Она не должна жить. А кого она убьет? За что? Почему? И ты с ней рехнешься скоро. А я так больше не могу, понимаешь? Не могу и не хочу. Я тебе, Рая, успокойся. Ну, я не знаю, давай подождем. Знаешь что, Кирилл, нам с тобой надо серьезно поговорить. Давай? Ну, давай. Кирилл, ты знаешь, я дорожу нашими отношениями. Аня, мы... Нет, не перебивай меня. Я очень долго закрывала глаза на эту твою детскую влюбленность в Настю, но все когда-нибудь заканчивается. Понимаешь, нам уже с тобой не 17 лет. Пора повзрослеть, пора тебе наконец-таки стать мужчиной. И сделать свой выбор. Нет, я... Ты должен принять какое-то решение. Ань, давай подождем, когда Настя из тюрьмы выйдет, тогда и решим. Кирюш, больше откладывать не получится. Нет, конечно, решать тебе, но... Ты куда? Домой. Слушай, давай я тебя повезу? Да нет, не надо, я сама. Пока. А ну, покажи, покажи. Прятала, прятала. Вот, заметила, заметила. Ага. Прошло 10 дней. Я жила в этой камере среди этих баб, как на другой планете. Матильда теперь словно не замечала меня. У других товарок я также была в опале, одни боялись Матильды, другие бабы Люба, абсолютно бескорыстно пригревшие меня. Дербанить, то есть украсть, у меня было нечего, поскольку ни свиданий, ни посылок я не получала. Так что и с этой стороны интереса для камер я не представляла, чему, кстати, была несказанно рада. Я вообще толком не осознавала своего положения. Я не знала, как воспринял все случившееся Кирилл, и делает ли он хоть что-нибудь для моего освобождения. Судьба Елены Шалевич, которую я теперь называла только макрица, волновала меня куда сильнее, чем собственная. И наша встреча в СИЗО представлялась не случайной. В один прекрасный день Люба узнала по тюремной почте про неудачный суицид одной богатой залитной камеры. По описанию я тотчас же узнала макрицу, и поняла, что крик, который я слышала в свою первую ночь здесь, доносился из ее камеры. А баба Люба, между тем, расцвечила свой рассказ все новыми и новыми подробностями. И что-то ей надо было неясно. Апельсинов хотите были. А она решила на тот свет отправиться. Ну, дали ей по батареям, чтобы не повадно было. Избускали, как водится. Исплавили в больничку. Хотели в стакан для профилактики сунуть. Да там то ли муж нажаловался, то ли у следака очков сыграло. Ну, чтобы не сказали, что прессовала девку по беспределу. Так что тот следак сделал. Отправил ее на психокомиссию, чтобы с рук скачать эдакий подарочек. Умно. Так она под психа решила закосить. Вот гадина, а. Сядь, женщина, сядь, успокойся. Что-то как новенькая. Через вторую неделю тут паришься. Так что ты ее знаешь? Да. Это та самая? Ага. Да ежели подруга сыграла по пятому номеру, то она совсем дура голимая. Еще хуже, чем ты ее описываешь. Почему? Теперь она от всего отмажется. Так я и знала. Но самое беспредельное в психушке это не аминозин, не нейролептики, даже не эстэ. А то, что выходишь ты оттуда. Не когда твой срок кончится, а когда врачебная комиссия решает, что ты выздоровела. И тогда, тогда ты доматываешь свой срок на зоне. Вок. Так что вляпалась твоя шалевичих, а не приведи, господи. Изгноят ее там за милую душу. Богу свечку поставь, что не ты там. Матильда, пожалею. Знаешь, Люба, у меня к тебе вопрос серьезный. Кирилл, как хорошо, что ты зашел. Ну, ты принес то, о чем мы договаривались? А о чем мы договаривались? Ну, как? Я знала, что ты забудешь. Мне срочно нужен мой спортивный костюм. Костюм? Зачем? Ну, как ты не понимаешь? Я не должна потерять форму, мне уже 30. Пора думать о фигуре. Саня меня убьет, он ненавидит, когда я становлюсь толстушкой. Я после рода в 7 килограммов набрала. Какой, Саня? Подожди, ты что, прямо здесь хочешь заниматься? В тюрьме? Да, я твердо решила. И не отговаривай меня. А еще мне очень нужны мои синие шлепанцы. Они там под ванной, знаешь? Я без них не могу. Настя, кончай придуриваться. Мне надо с тобой серьезно поговорить. о твоем деле. Я и говорю о деле. И запиши, синие шлепанцы, а то опять забудешь. Запиши, запиши. Ну, так о чем ты хотел со мной поговорить? Ну, во-первых, я продал магазин, положил деньги на твой счет. Деньги, это хорошо. Только, пожалуйста, их не трать. А то Саня рассердится. Ты себя хорошо чувствуешь? Отлично. Сегодня замечательное утро. Ну, теперь ты можешь нанять адвоката. Я уже обо всем договорился. Вот, Большаков Юлий Альбертович. Отличный специалист, дорогой. Я уверен, что он освободит тебя еще до суда. А вот адвоката не надо. Ну, зачем мне тут адвокат? То есть, как не надо? Почему? Да потому, что мне тут нравится. Ну, Кирюша, ну, миленький мой, ну, сам подумай, ну, что я у вас там забыла? Пустая квартира, жуткие воспоминания, сама не помню о чем. А здесь хорошо, спокойно. Настя, ты соберись. Соберись. Ну, что ты говоришь? На тебя это даже не похоже. Да правда, мне здесь очень нравится. У меня тут подружки. В следующий раз с Аней, приходи, я вас познакомлю. Я вижу, тебе нравится, надо мне издеваться. Но я все-таки скажу то, что должен. Нанимать адвоката или нет, это, конечно, дело твое, но я заниматься твоими делами больше не могу. Я уезжаю. В Прагу. Вот. Прекрасно. Я очень рада за тебя. Открытку пришлешь? Настя, я надолго уезжаю. На год. Вместе с Аней. Но я должен быть уверен, что адвокат работает с тобой. Ну, пообещай. Ну, очнись ты, наконец. На год в Прагу. Я так люблю Прагу. Особенно кабачки. У Швейка. Прости, Кирюш, мне нужно бежать, у меня еще куча дел. Пока. Ну, куда, куда поскакала-то? Шустрая ты моя. Шустрая. Господи, Иисусе, вести о сыне Божьей. Досвятиться имя Твое. Добрый лицарствие Твоей, дай скрыть за воле Твой, неней признай, лови креветку. Слушай, если даешь тебе, дай ему тебе спаси. Сухрани вы, могила. Уф, тихо. Уф, тихо. Ой, господи, 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 господи. Знаешь, женщина, главное не переборщить. Некоторые опять же дерьми едят, другие осколком тарелки себя талят. Не нужно. Такой жути долго не выдержишь. Чтобы грамотно закосить, тут тонкость нужна, потому что до тебя были уже такие. А все тут просматривается, проглядывается, угадывается, а потом они тебя такое устроят, что не приведи господи. Я слушала ее наставление, но осознавала, что должна придумать что-нибудь яркое, заметное. Давайте, девочки, разомнемся. Вот, хорошо. Поехали. За мной. Повторяйте. Теперь наклончики. А ну не смеяться. Хорошо. Вот так. За мной. Давай, давай. Еще теперь попрыгаем. Раз, два, три, четыре. Еще. Выше. Прыгаем. Девочки, наращиваешь грудь в большом объеме. Девочки, три, семнадцать. И раз. Давай ложь. И раз. Ну, погоди. А ну, девочки, поздравляйте со мной. Быстро я движение я на все мысы. Молодцы. Ах, теперь вздыхаем. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Ну, ну. Наверх. Далеко пойдешь, девка. Наверх. Вскоре весть о моем веселом безумии разлетелась по всему СИЗО. Но тут случилась непредвиденная беда. Из-за объединения каких-то запутанных уголовных дел бабу Любу переводили в Омский Централ. Ну, сестры, прощайте. Счастлив всем оставаться. Зла не держите. Бог даст, свидимся. Тьфу-тьфу-тьфу. Береги себя, Настенька. Слишком не усердствуй и все помни. Идем, идем, баблюк. Конвой заждался. Пока, баблюк. Счастливо. Теперь я знаю, какого цвета боль. Эта голубая тягомотина стучит по лбу, по локтям, по коленям и стягивается где-то внизу живота. Я не знаю, как ее убить. Но ничего, я все выдержу. Потому что я должна добраться до Мокрицы. Должна. Должна. За счастье нужно платить. И она мне за него заплатит. Приходит мой Шурок. Говорит, собирайся, я тебя в карты прошпилил. Без кепки, глаза белые. Все задул. На колени упала. А он меня в заволосы. И к бараку тащит. Пока тащит, я думаю, ну ничего. Ничего, ты у меня еще помучаешься. Я козел. Ох, сладко мне было с ним. Как не знаю с кем. О, пришла в себя, голубушка. Ой, ну и снасиленничая тебя девка. Ну и порвали. Кровище-то было. Жаль, вы не видали. Это ж надо вся в синяках. Вырывалась, наверное. Оттого только хуже вышло. Видно, бабы блатные ее уж. Я не знаю, чем. Ну ничего, терпи, девка. Наш дело такое бабье. Зашили тебя хорошо. Аккуратно зашили. Видит же, девка молодая. Пригодится еще все. В рабочем состоянии. Лепил наш Сергей Валерьевич молодой. Но старается. Семеновна! Семеновна! Ну-ка, бегом сюда! Давай, давай, быстро! Эй, ты! Со шваброй! Тебе же еще день лежать! Ты, что ли, с ума сошла? Ой, ну и впрямь сошла. Так точно, он? Он сидит в углу, заказ сделал. Как ты его вычислил? А, брось, щепарина, репа. Позвонил кое-кому. Там у одного моего дружка баба сидела. Гнилое место, все говорят. И мужичок этот, гнилой, может его поприжать для начала? Думать забудь. Вон мы до чего дошли с твоими прижималками. Пошли, покажем его. Который? Тот, который один сидит, вино пьет. Кайф ловит. Нам с тобой, Володя? Нет, ждите меня в машине. Ну, наверное, правильно. Тет-а-тет такое дело легче перетереть. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Пойдем, ведь. Разрешите? Вы уверены, что хотите сесть именно здесь? Уверен. Ну, что ж, милости прошу. Благодарю. Могу я вас угостить? Спасибо, не стоит. Я уже заказал все, что хотел. Пожалуйста, бокал такого же вина. У вас хороший вкус. Лето 82-го был удачным. Но я так понимаю, вы сюда не вино дегустировать пришли? Как вы догадливы. У меня к вам деловое предложение. Интересно, что же это за предложение? Очень приятно, господин Шалевич. Лена Шалевич, насколько я понимаю, ваша жена, да? Да. И суть моего предложения такова. Елена не может больше находиться там, где она находится, в этих условиях. А вы единственный человек, который может помочь мне вытащить ее оттуда. Должен добавить, что ради своей жены я не пожалею ничего. У вас, судя по визитке, серьезный бизнес, господин Шалевич. Наверняка тяжелая нервная работа. Поверьте мне, что моя работа гораздо более тяжелая, что самое главное, более нервная. Поэтому только раз в месяц я позволяю себе сюда приходить. Спокойно пью свое любимое вино, спокойно ем свою любимую еду. Не думай о работе. Вы меня понимаете. Я вас прекрасно понимаю, но я могу сделать так, что вы гораздо чаще сможете наслаждаться вашими невинными слабостями. В общем, вы рассуждаете правильно, я его куплю. У каждого есть своя цена, я уже многих покупал, но если ваша жена находится сейчас там, где она находится, значит, вы купили все же не всех. Насколько я понимаю, вы отказываетесь мне помочь. Нет, неверная теза. Я ей помогу в силу своей профессии. Я стараюсь честно делать свое дело. Но, что касается вашей жены, нам нет смысла встречаться раньше, чем через полгода. Постарайтесь понять, что я прав. А теперь пейте вино дивный букет. Наслаждайтесь жизнью. А Елена будет там. Мне абсолютно нечего вам добавить. Она больна, ее надо лечить. А вы, кажется, стараетесь этому помешать. Всего хорошего. Будет охота увидеться, заходите сюда. Но не раньше, чем через полгода. Сволочь сладкая. Я же говорил. Ничего, на нем свет клинами сошелся. Мы будем действовать по-другому. Пошла. Пошла, 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 пошла. Наливает мне в крошку тройной. Вместо красной икры. Икры, 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 икры. А, что я? Ах! Меняемся шконками. Тебе что надо? Что надо? Мне тут хорошо. Меняемся по-хорошему. Моя не хуже. Помаду хочешь? Нет. Помада? Покажешь. Помада? Ишь ты, французская. Так бы сразу и сказала. Пошли, девочки. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ну что, очухалась ковырялочка? За шили-то как. Врачи у нас здесь хорошие, да, подружки? Хорошие, хорошие. Жаль, что ни одного лепила нельзя в камере оставить. Устроили бы ему столбнячок пятичасовой. На всех бы хватило. Размечталась, молодуха. А что, я мясо мужского полгода не видела. Хотя это не вредно. Вредно, не хотите. Вредно, вредно. Что, трусы на мокром месте? А ты, красавица, чего молчишь? Ты на нас не обижайся. С нами лучше по-хорошему. А если у тебя до сих пор что-то болит, мы это поправим. Во, муха ей поправит. А что, а что? Лечение нужно, мушка. Лечение. Мушка, тебя так вылежит. Блестеть будешь. Лучше, чем новенькая. Это мы за себя, пожалуйста. Скорая помощь прибудет ночью. Мы ж тебя любим, глупая. Мы ж тебе добра желаем. Ну, поспи. Сладкая моя. Так, чтобы у вас ничего не возникало. Эта шизанутая моя. Пока не скажу. Поняли? Давай. Люблю тебя, тебя тоже. Вот так. Краснопольская на выход. Невозможно сидеть спокойно. Сплошные допросы. Может, следак на меня запала. Чего так часто бывает? Любимые мои. Родная, не волнуйся. Все будет хорошо, я к тебе вернусь. Зацелуй ядовина и за мной как цвет. К стене. Да ладно тебе. Пс-с, а ну сделай так, чтобы я тебя искала. На дворе вечерит. Сивка с буркой чиферит. Поделишься с боевыми подругами? Вали отсюда. Ой, какие мы гордые. Ну, понятно, мы теперь Матильдины. Пожалуйста, пожалуйста. Только ведь Матильдина любовь-то она короткая. С кем потом останешься, подумай. Не учи. Ой, что-то как-то сразу спать захотелось. В другой раз зови подруга. Сейчас неохота. Пошла, 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 пошла. Ага, счастливо оставаться. Эй, сигарету. Гулять завтра будем, покидаю я вас. Не приняли апелляцию. Матильда. А? Ну что ж, Алкара? Все голодаешь, да? В детдоме была самая мерзкая и злобная воспитательница, которую все звали Химерой. Так вот, Химера часто ставила меня на ночь в коридоре на колени в одной ночной рубашке. Здесь в карцере все напоминало мне ее методы воспитания. Только в десять раз хуже. Когда родился Ванька, я смотрела на него и думала только об одном. Молила Бога только об одном. Чтобы он никогда в своей жизни не увидел и не испытал то, что увидела и испытала я. Я смотрела на Сашу и верила в то, что мы не допустим для Ваньки ничего дурного. Мы любили друг друга так сильно, что все литературные герои меркли рядом с нами. В какой-то момент я поняла, что многие писатели просто никогда не испытывали настоящей любви. А то, что они описывали, это всего лишь наблюдения или рассказы. Я не писатель, я не могу себе даже описать наши чувства. Когда родился Ванечка, мы стали любить друг друга еще сильнее. Хотя это уже казалось невозможным. За счастье надо платить. Я прожила свою жизнь, я узнала и настоящую боль, и настоящую радость. Почему я не вскрываю себе вены? Почему я до сих пор живу? Потому что у меня осталось всего лишь одно, но важное дело в жизни. Иногда я и сама не знаю, прикидываюсь я или это уже мания. Но мне уже все равно. Я не отступлюсь. Теперь осталось ждать недолго, слишком много я уже натворила. Они обязаны как-то отреагировать. Меня должны освидетельствовать. Ну, так-то лучше. Голод не тетка, да? Убью тебя, совсем спятила поражница. Руки вперед. Руки вперед. Лосьона нет? Нету. Понятно. Ты знаешь, что тут было после тебя, ***? Такой шмон! Матиль, тебе глаза спасли, вся хоря шпарена! Только попади на зону, тебе там виллы будут, ***! Матиль, ты уже всем малява, Розаслава! Я тебя сейчас убью, ***! Поняла? Поняла, я спрашиваю? Поняла. Баба, она сумасшедшая, не подходите к ней! Сумасшедших теперь с нормальными держат! Я буду жаловаться! Прокурора в камеру! Прокурора! Ничего, ничего. Скоро все кончится. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Прошу вас, коллеги. Какое сегодня число? Сколько лет вы были замужем? Вы утверждаете, что ваша сокамерница, которую вы называете Матильдой, немка и член нацистской партии. А что означает пословица? Цыплят по осени считают. Испытываете ли вы геловкость занятий к сексам? Вы запоминаете прочитанное. Вы испытываете головокружение на эскалаторе метрополитена. Помните момент потери девственности? Вы любите бесцельно бродить по магазинам. Вы говорите, что надзиратель в камере не давал вам спать, потому что приходил к вам каждую ночь и пел? На мой взгляд, все понятно, коллеги. А социальное поведение налицо. Определенные элементы маниакально-депрессивного психоза тоже. И вообще не мне вам говорить. А по-моему, все-таки симуляция. Нет, это сюрс-симуляция. Ее явно научили, как разыгрывать сумасшествие. Но она действительно сумасшедшая, только разыгрывающая другое сумасшествие. Не забывайте старые истины, коллеги. Кто хорошо симулирует, тот хорошо болен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok